Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы говорим о недельной главе Бешалах. Именно в этой главе мы наконец-то покидаем египетское царство, выходим из рабства, сталкиваемся с одним из самых ярких чудес нашей истории – рассечением Красного моря, по дну которого безопасно уходим от преследования элиты египетской армии, их боевых колесниц, которые тут же гибнут в морской пучине. Наши заключения только начинаются, ведь буквально сразу же на нас нападает народ Амалека. Некий универсальный юдафобский народ, который отличается своей беспричинной ненавистью к евреям. И мы не раз в нашей истории будем с ними еще раз и еще раз сталкиваться. Принято, что любая модель, которую нам предлагает Тора, кроме макромасштаба и кроме исторического контекста, может быть применима в контексте жизни и судьбы и внутренних процессов каждого и каждой из нас. И раз есть уже Амалек, некий антисемит в глобальной нашей модели и истории, то точно так же он есть и в каждом из нас. Роль Амалека настолько мощная, что наши мудрецы, благословенные их память, даже увековечили информацию о нем в особенном тексте шести напоминаний, которым заканчивается каждая утренняя молитва. Давайте послушаем, как это звучит. «Помни, что сделал тебе Амалек в пути, когда вы вышли из Египта, как он застал тебя в пути и перебил всех по слабости отставших от тебя, а ты был изнурен и утомлен, не побоялся он Бога. И будет так, когда даст тебе Господь Бог покой от всех врагов твоих, что будут вокруг, в стране, которую Господь Бог твой отдаст тебе в удел, чтобы ты овладел ею. Сотри память о Мамалеке из Поднебесной, не забудь». Есть два сразу бросающихся в глазах странных момента. Первый – оксюмарон, что же я должен сделать с Амалеком? Я должен помнить о нем или стереть о нем память? Кроме этого, мы сразу видим интересный момент, что Амалек нападает только на тех, кто ослаб и отстал. Говорят наши мудрецы, что на самом деле Амалек – это некий идеологический внутренний враг каждого из нас, который борется с нашим личным еврейством. И в этом случае мы понимаем рецепт. С одной стороны, наш внутренний Амалек бессмертен. Мы, конечно, должны вести проактивный образ жизни по отношению к нашим врагам и бороться с ними. С другой стороны, мы знаем, что он никуда не денется. Как бы не развивался человек, как бы не рос его духовный уровень, точно так же растет с духовным уровнем и уровень его внутреннего врага. Наш внутренний враг может быть точно так же одет в особенные одеяния святости, в особые одеяния благополучия и сеет это самое зерно сомнения, даже будучи незаметным. Наш внутренний Амалек вечен ровно столько же, сколько происходит наша внутренняя борьба за святость. И в этом случае ни в коем случае нельзя расслабляться. Не нужно забывать, что внутренний Амалек есть постоянно. Даже если мы изменились, эти изменения очевидны для окружающих, эти изменения видны, понятны, и мы ощущаем их пользу для нас самих. Точно так же мы не должны терять бдительности, ведь наш Амалек растет и развивается вместе с тем, как развивается наш внутренний Мошер Абейн. Кроме всего прочего, фраза, как помни, что сделал тебе Амалек, на еврейском языке звучит как корхо. И это слово однокоренное, созвучное со словом остужать, охлаждать. Амалек всегда находит в себе питание там, где уходит наш энтузиазм, где пропадает любовь к Творцу, где наше еврейство становится чем-то рутинным, чем-то повседневным, и теряет тех самых приятных бабочек внутри, когда мы кайфуем, когда мы получаем удовольствие от нашей избранности, когда мы получаем удовольствие от еврейского образа жизни, и наша горячность к Творцу остывает. Кроме всего прочего, мы знаем, что Амалек нападает всегда на тех, кто ослаб и отстал. Еврейский путь, путь развития, еврейский путь, путь изучения Торы, это всегда двигаться вперед. Невозможно останавливаться, невозможно останавливаться на достигнутом и довольствоваться теми трофеями духовными и материальными, которые мы уже достигли. Ведь тогда обязательно до нас доберется этот самый червь сомнения. До нас всегда доберется наш внутренний Амалек, который нападет на тех, кто ослаб и отстал. Еврейский путь, это путь развития. Еврейский путь, это шаг вперед. Еврейский путь, это всегда помнить о том, что чем лучше мы становимся, чем больше объема информации мы в себя принимаем, чем выше мы растем, тем больше изощренней методики, с которыми работает наш ЕЦРР. Поэтому, дорогие друзья, мы должны вести бдительный образ жизни, знать, что на самом деле, хоть враг и не дремлет, но уже зная о его существовании, мы себя тем самым вооружаем. А имея рецепт к тому, что мы должны разогревать свои сердца ради любви к другому еврею, ради любви и деятельности в Торе, мы этого Амалека оставляем без добычи. И в конце концов, это приведет к тому, что наш с вами мир изменится, Машир в самое ближайшее время раскроется. И вот тогда имя Амалека навсегда будет стерто с лица земли. Спасибо, друзья. До встречи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»